Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Виновником нашего сегодняшнего видео стала мощная карточка от фирмы, вернее, ну да, от фирмы, или от производителя, Полит. GeForce RTX 2070 Super. Ой, не той стороной. Вот этой вот. Вот, как видите, я уже её немножко протестировал. Играл в Apex Legends и PUBG. И, ну, как бы, других игр у меня нету. Хотя есть и в Fortnite, но я забыл там записать видео. Да и в PUBG тоже. Но придётся вам поверить не на слово, что FPS, за спойлерю, достаточно высокий. И также я скину видео, вернее, кадры в этом видео обзорном, чтобы вы могли посмотреть, какой здесь FPS и насколько сильно прогревается карточка. Вот. И расскажу немножко предысторию, как я покупал эту карту. Заказывал я одном, на одном нашем украинском сайте. Карточку Полит, значит. А заказывал я Jetstream. Заказал такой, жду. Мне звонят вдруг. Говорят, что, блин, Jetstream'а нету. Есть у нас, короче, тоже от фирмы Полит. Она чуть дороже там, короче. Разница вообще между ними была. То есть гривен, по-моему, 300, что-то такое. Ну, это 10 долларов где-то. То есть вообще, ну, ни о чём. Вот. И как бы можем выслать её. Ну, я такой, окей, ладно, давайте её. Посмотрел перед этим обзоры. Вот. Ну, и, соответственно, потом уже утвердил. И как-то сидел и думал, что-то у меня ощущение кидало, а не покидало. Я думаю, ещё что за дела такое. Карточки, значит, что и нету. Они ещё такой прикол, короче. Та карточка, которую я купил, она уехала в Харьков. Потому что они мне скидали трек-номер. И я как бы её отслеживал, смотрю, ну, и думаю, что такое. Что такое вообще происходит. Почему в Харьков? Почему там сам звоню? Она мне говорит, да, это, типа, нормально. Праздники в Харькове. Ну, типа, стоит туда-сюда, короче. Вот. Потом к вам доберётся. Встаю, значит, как-то утром. И такой опять проверяют трек-номер. А в Харькове её уже кто-то получил. Я думаю, ну, ничего себе. Раскутку донсался, конечно же. Такой звонит. Звони, там бра-ла-ла-ла-ла. Перья летят, все дела. Не тот трек-номер вам скинули. Ёшкин кот. Скинули мне, наконец-то, тот трек-номер, который должны были. Вот. И в тот же день я поехал, получил эту карточку. И думал, чё ж за дела такие. Перед тем, как ехать за... Вернее, когда я ехал забирать, я думаю, ну, блин, какая-то фигня. Да, карточка, значит, уехала, а эта ко мне приехала, а вдруг с этой карточкой что-то не так, кто-то ее, получается, получал, возможно, вот, ему что-то не понравилось, решили прислать мне, то есть втюхать, я думаю, блин, ну, попадало какое-то, а потом думаю, ну, как бы забрать можно, в принципе, если она не вскрывалась, то есть все нормально было. Приехал я на почту, обнюхал коробку вдоль и поперек, просмотрел ее там под микроскопом, там, где отпечатков ничего не было, вскрытие именно вот здесь вот такие, типа, наклеечки, вот, все чистенько было, внутри тоже сама видеокарта, она была запечатана, и пломба была тоже, как бы, ну, целая, то есть карта не вскрывалась вообще, вот, что означало, вернее, говорило мне о том, что карта, как бы, с завода вот так ее запаковали, и никто ее не открывал, никто ее больше не получал, кроме меня, и все, значит, нормально, в общем, забрал. Погонял, потестировал карточку, и, блин, сразу хочу сказать, что шутки про палит, хату спалит больше не актуальны, эта карта просто обалдеть, какая холодная. Реально, в игре у меня, вот, даже сейчас я, получается, ну, ладно, у меня здесь дополнительная вертушка стоит, но она особой роли, в принципе, не играет, потому что я тестировал и без нее, и карта сама по себе, ну, просто. Она в простое, короче, у меня самая низкая температура была, это 28 градусов. Ну, вот, у меня в квартире, получается, есть кондиционер, и он работал на 26, то есть 28 градусов для карты в простое, это, блин, обалденный показатель. В среднем у нее температура держится где-то в районе 29-31 градуса приблизительно. Ну, скачет иногда туда-сюда, вот, но карта в целом простая, она очень холодная, даже под нагрузкой, вот, сейчас вы видите на экране, я играю в Apex Legends, и у меня здесь температура 48 градусов. Да, у меня здесь средние и низкие настройки, потому что, как бы, онлайн-шутер, все дела, а мы все-таки киберспортсмены, нам надо тащить, вот, и чтобы игра была более отзывчивой, мы понижаем настройки. И, как видим, у нас здесь свыше 200 фпс Apex Legends, постоянно, вот, 200 здесь, то есть не проседает вообще, то есть при любых замесах 200 кадов держится. Причем GPU загружено постоянно 70-80, бывает, доходит до 90%, и температура, соответственно, 48-47 градусов. Про процессор я говорить не буду, потому что не о нем сегодня, вот, а про карточку Полит. Вот, карта Полит, это имеет просто два обалденно огромных радиатора, они просто, блин, гигантские какие-то, я не знаю, ну, реально здоровые. Вот, они разделены между собой и соединены между собой этими, ну, простите за такие халамбуры, тавтологии, все дела, в общем, или повторения. В общем, соединены они между собой теплотрубками. Здесь я вижу четыре конца типа трубок выходят, и они, значит, проходят через, вот здесь посередине, и как-то там такие витиеватые у них такие, и эти самые проходят через другой радиатор. Также карта имеет металлический бэкплей, что также влияет на охлаждение. Вертушки достаточно мощные и способны очень хорошо охлаждать видеокарту. Единственное, к чему у меня может быть претензия, как и к всем производителям, это к вот этому вот пластиковому кожуху. Как-то, блин, ну, я не знаю, ну, можно было бы хотя бы из металла его сделать, тем более, что карта как бы не дешевая, и там, допустим, 10 баксов он будет стоить, этот кожух, блин, да хрен с ним, блин. Главное, чтобы карта была холодная, правильно, 10 баксов это как бы ни о чем, потому что если температура будет запредельная, и карта сгорит, как бы 10 и 500 баксов, ну, как бы я лучше заплачу 10 баксов и сохраню свои 500. Вернее, она даже больше стоит, чем 500 долларов, она, получается, мне обошлась 600 баксов, ну, это где-то 15 тысяч гривен. Даже 15 с чем-то, там почти 16 тысяч мне за ставкой обошлось, 15, 900 с лешим, короче, что-то такое. Вот, сама по себе карта, она с завода уже как бы разогнанная, можно так сказать, ну, то есть, это типа серия супер, все дела, вот, и если выбирать между, допустим, 2070 обычной и этой 2070, то понятно, что выгоднее эту брать, потому что она мощнее. Вот, но владельцам 2070, тех, у кого уже есть эти карты обычные, смысла переходить на эту нету, потому что прирост будет не такой гигантский, как, допустим, если вы будете переходить, как я, с 1060. То есть, у меня здесь реально, я с 1060 перешел, у меня, получается, где-то в 3-4 раза прирост произошел, то есть, это огромные цифры. Переходить, допустим, есть смысл переходить с 10 серии, потому что эта карта мощнее даже, чем 1080i, хотя, в принципе, есть и она 1080i, у вас уже есть, то можно ее оставить. Она хоть и немножко слабее, чем эта, но, тем не менее, тоже тащит. А тот же рейтрейсинг, ну, я не знаю, он не особо востребован, поэтому мне лично рейтрейсинг, как бы, так-сяк, скажем так. Вот, почему взял Nvidia? Да потому что, блин, ну, я думаю, здесь даже по фреймтайму на игре можно определить, ну, просто, он идеально ровный, фреймтайм. Это вам не RX, на которой, блин, ну, такие пики, постоянно какие-то фрезы, какие-то проблемы. Я не спорю, RX хорошие видеокарты, особенно вот эти вот 5700XT, это просто, блин, реально классный продукт. Но, как всегда, компания AMD, вот у нее прям талант выпустить что-то вот реально классное, офигенное, и, блин, через одно место его сделать. Они горячие до ужаса, блин, там температуры доходят, блин, до 90 градусов и выше. Но это ненормально, учитывая, что у меня здесь вот 2070 супер, и температура, вот сейчас у нее, например, температура поднялась до 51 градуса. Ну, вообще, я не знаю, просто, ну, я скажу, переваги просто вот налицо прямо, вернее, преимущество, для тех, кто украинского не понимает. То есть, карточка реально офигительная, единственное еще, что она много энергии потребляет. Одна под нагрузкой до 400 ватт жрет, блин, это просто какой-то прожорливый монстр. Я не знаю, здесь, как видите, два разъема питания по 8 пин, она реально очень прожорливая. И по поводу вертушек, вертушки, я бы не сказал бы, что они сильно тихие. Да, они, в принципе, до 90 оборотов, то есть, ну, нормально, их так слышно, но не сильно. Вот, но свыше 90, это уже начинает такое, знаете, как будто сейчас самолет на взлет пойдет. В наушниках-то пофигу, в принципе, не слышно. Ну, так как у меня квартира двухкомнатная, у меня, как бы, тоже жена, ребенок есть, ну, слышно хорошо, допустим, в тишине сидишь и вот это... Вот, еще есть проблема, я так предполагаю, с дресселями, потому что, блин, я сначала сидел, думал, меня хлючит, а потом и такой прислушался, и вправду звук какой-то есть. Я еще подумал, что у меня, может, где-то что-то здесь, контакты плохо подсоединены, что-то начал рыскать, короче, искать там провода, дергать и этот самый... А ну, знаете, звук такой, когда на максимальных оборотах вертушки крутятся, такой... Как будто электричество коротит. А потом до меня этот самый доперло, я же начал лазить здесь везде, и где-то вот здесь вот я начал улавливать именно вот этот вот звук неприятный. И это, вот это вот, я так полагаю, вертушка его издает, то есть дресселя Т8 пошаривают. Вот, свистые перделки, значит, не самые качественные. Ну, в принципе, за 600 баксов, ну, могли бы, конечно, и хорошие поставить, потому что, ну, как бы, карточка не дешевая, поэтому, блин, те же MSI, они, допустим, умудряются делать так, что у них карты очень тихие, холодные, и, блин, при этом никакие дресселя, ни вертушки не свистят, не пердят. Ну, как бы, я бы не сказал бы, в принципе, что это сильно так и напрягает, потому что в общем, в общем, если говорить, но это терпимо, не смертельно, то есть звук не напрягает. То есть до 90% оборота, в принципе, нормально все работает, как бы, не слышно. Ну, есть гул такой, понятное дело, допустим, та же у меня водянка, и та громче ревет, она прям вообще как турбина, там, когда начинает разгоняться, охлаждает мой 2700X. Ну, у нее, по крайней мере, у водянки звук приятный, она когда гудит, у нее такой, знаете, как спортивный автомобиль, такой мощный, вот, а здесь он начинает такой, как бы, немножко, ну, раздражающий, не очень приятно. Ну, что еще сказать, FPS высокий, карта невероятно холодная, просто вот это вот, просто обалденно, меня реально поразило, то, что она холоднющая. Та же 1060, но она у меня там была на одну вертушку, она нагревалась до 83, до 86 градусов, это не очень хорошо. Поэтому, если думаете брать такую карту, то, в принципе, можно брать, не задумываясь даже, реально классная карта. Вот, если вы собрались обновляться, как я уже сказал, с 1060 и 1070, и 1080 обычные, есть смысл обновляться, даже есть смысл обновляться с 2060. Но, если у вас уже стоит 2070 или 2080, то обновляться нет никакого смысла, ну, тем более, это же, как бы, очевидно, с 2080 на 2070. С 2080 есть смысл переходить только на 2080 Ti, а на 2080 Super, с 2080 обычные, переходить смысла нету никакого. Поэтому, как бы, вот такие вот делишки. Ну, если вы только думаете собирать ПК, и у вас еще пока вообще ничего нету, то тогда вот это вот, то, что доктор прописал, для игр просто тащит все. В PUBG также FPS очень высокий, от 140 до 180, и местами вообще там за 200 выпрыгивает, тоже очень хорошо идет. Никаких фризов, никаких тебе рывков, ничего нету, все плавненько, все красиво, все отлично работает. Ну, про Fortnite вообще ничего говорить, потому что там даже на эпических настройках все прям, блин, ну, улетает. Поэтому, говорить, что это как, блин, хоть, хоть немножко может тормозить, ну, вообще ни о чем. И она вообще не тормозит. Поэтому, можно брать эту карту не раздумываясь. Очень хорошая, качественная, классная сборка, хорошие радиаторы, очень холодная, металлический бэкплей, что самое главное. И на будущее, если собрались брать карту с бэкплейтом, то смотрите, чтобы он обязательно был металлический. Потому что пластиковый бэкплейт, он наоборот, накапливает тепло, он не отводит его, из-за чего карта может перегреваться. Поэтому обязательно должен быть металлический бэкплейт. И смотрите обязательно на толщину радиаторов тоже, на количество теплотрубок. Ну, вертушки это само собой, в принципе, но самое основное это вот радиаторы и бэкплейт. Вот, сам бэкплейт еще служит, как видите, карта эта, она реально огромная. То есть, где у меня рулетка? Она примерно 20 с чем-то сантиметров, даже больше, по-моему. Даже больше, она у нас, да, какое 20 с чем-то. Она тут получается, вот мы замерили раз, 30 с копейки, а, 30 сантиметров получается. 29 с копейками сантиметров эта карта у нас. Вот такая вот она, она реально очень большая. В толщину карта у нас получается, толщину у нас 5,9, 5 сантиметров 9 миллиметров в толщину. Общая толщина карты вместе с кожухом, с бэкплейтом совсем. И длина у нас получается почти 30. Это большая карточка, тем более, ширина у нее тоже как бы немаленькая. Сейчас мы даже посмотрим на ширину. Ширина у нас тут 11 сантиметров получается, да? 11 сантиметров ширина, это огромная карта. И она очень тяжелая. Но бэкплейт выполняет функцию не только теплоотвода, он еще и не позволяет карте деформироваться. Потому что, как видите, она очень большая. И, допустим, та же 1060, она у меня в половину меньше, чем эта. Ну, вот такая, на одну вертушку. И она за все время использования, сука, я уже, получается, больше двух лет. Она, с одной стороны, уже немножко так прогнулась. И все потому, что нет бэкплейта. Вот. Но я рекомендую еще, хоть и бэкплейт на карте стоит, я сделал вот такую вот подставочку, чтобы она не проседала. Потому что лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. А то деформация текстолита, она грозит не только искривлением карты, она еще и может и треснуть. А это, как знаете, попадание в копеечку. Поэтому, как я уже говорил, перебдите. Вот такое вот у нас сегодня видео было. Так что, если оно было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, спрашивайте, может, что еще интересует. Расскажу. Не стесняемся. Всем спасибо. Пока. Вы чемпионы АПЕКС. 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 Продолжение следует...